МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гомель на выезде уверенно переиграл столичную юность 5-2. В составе Рысей забрасывали Нестеров, Семочкин, Куцырь, Ревенко и Хузеев. Это поражение стоило команде Михаила Захарова верхней строчки в турнирной таблице. А возглавил табель о рангах Неман. Гродненская команда на своем льду была сильнее Жлобинского металлурга 4-1. Автором единственной шайбы Столеваров в этой игре стал Никита Осипов. В еще одном поединке вчерашнего дня в группе А Динамо Молодечна выиграла у солигорского шахтера 6-3. Сейчас из секстета сильнейших на первую строку шансов нет только у Динамо и металлурга. А вот Неман, юность, шахтер и Гомель располагаются в диапазоне трех очков. Так что расклад может измениться уже в ближайший игровой день, который намечен на 25 января. Гомель в гостях играет с Неманом. Металлург в Жлобине встретится с Динамо Молодечна. В Гомеле сегодня завершается спартакиада детско-юношеских спортивных школ по легкой атлетике среди юношей и девушек 2001-2002 года рождения. В первый соревновательный день атлеты из нашего региона неоднократно поднимались на пьедестал почета. Победительницей в толкании ядра среди девушек стала гомельчанка Ольга Грабцевич. Быстрейшей на 400 метровке также была спортсменка из областного центра Алина Лучшего. 60 метров быстрее всех пробежал Степан Чешанков из Рогачева. У девушек лучшей на этой же дистанции стала Марина Шинкевич из Гомеля. Третий результат показала еще одна гомельчанка Кристина Концевенко. Серебро в прыжках и высоту у юношей завоевал воспитанник с душер профсоюзов СОЧ Александр Червонцев. Победил в этой дисциплине Егор Гуптер из Полоска. Не обошелся первый соревновательный день без рекордов. Анна Зубкова обновила лучший результат страны в спортивной ходьбе на 5000 метров среди девушек. В этом возрасте очень высокая конкуренция. Впереди в летнем сезоне ожидаются чемпионаты Европы по этому возрасту и Олимпийские юношеские игры, которые пройдут в Аргентине. Атар Джавашвили стал игроком футбольного клуба «Гомель». Контракт с 24-летним защитником рассчитан на один год. В минувшем сезоне футболист выступал за мозырьскую славию. В составе этой команды он провел 24 матча, забил два мяча. Увидеть новичков зелено-белых в деле можно будет в ближайшую субботу, 27 января. На стадионе из Душор-8 «Гомель» проведет товарищеский матч против Речицкого спутника, представляющего вторую лигу национального чемпионата. Начало игры в 12 часов. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин